Доброе утро, дорогие братья, сестры! Вновь приветствую вас на очередном духовном завтраке. И хочу прочитать сегодня одно место из послания римлянам, 10 глава, это 9-й, 10-й, 11-й стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению». И 11-й стих. «Ибо Писание говорит, всякие верующие в него не постыдятся». Всякие верующие. Здесь написано, апостол Павел говорит, что устами исповедуют и сердцем веруют. И вот если это есть, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. Но потом он говорит в 11-м стихе, что всякие верующие, не всякие исповедующие, не всякие говорящие, не всякие провозглашающие, но верующие не постыдятся. Я подумал, что же значит верующие? Ну, устами исповедовать понятно. Когда мы слышим, когда человек говорит, что-то провозглашает, мы слышим и понимаем, что человек исповедует. Но как вот понять сердцем веру? Недавно я слышал такую историю про одного монаха, который просился у своего священника, у епископа, в монастырь на послушание. И он пришел к нему в кабинет или в келью куда, и стал проститься, говорит я, и показывать ему свое смирение, показывать свою скромность такую, что вот ему нужно вот это вот в монастырь. И этот его епископ, он стал приглашать его к столу, он говорит, ты присаживайся, он говорит, я постою, и вот как бы он так скромность свою хотел показать, он его еще раз пригласил присесть, он как бы мне такая честь оказана, что быть у вас на приеме, я вот готов постоять. Он третий раз его пригласил, и вот в ходе разговора, но он опять убеждал его, что его совесть, его скромность, она не позволяет, его смирение, оно не позволяет ему даже присесть, но только стоя принять его слова, этого священника, этого епископа. И епископ ему сказал, он говорит, ты просишься в монастырь на послушание, но трижды я к тебе обращался, и трижды ты не послушался моих слов. Интересная история, интересная история. И я увидел в этой истории то, что вот сердцем веровать, это значит, что даже приглашение принимать как повеление. Приглашение, он приглашал его присесть, но он принял это как приглашение, но в сердце у него были совсем другие намерения, в сердце у него были совсем другие ожидания, хотения, свои воли и некое, как преподать епископу свое желание. Но епископа интересовало совсем другое, каково его сердце, а не каковы его прошения, какие его исповедания, каковы его слова. Его интересовало, каково его сердце. Он говорит, трижды я тебя приглашал, но ты меня не послушался. Это был хороший урок для этого монаха. Потом, конечно, он рассказывал свою историю, и он говорит, это было уроком для него на всю жизнь. Но интересная история. Я вот увидел в этом. Как увидеть человека с верующим сердцем, который даже приглашение он принимает как постановление, как повеление. Господь сегодня приглашает нас к служению. Господь сегодня приглашает нас к молитве в тайной комнате. Господь сегодня приглашает нас совершать посты, приносить жертвы, совершать дела для Господа. Он приглашает нас. Когда человек исполняет повеление, Иисус говорит, какая тебе за это награда, если ты исполнил то, что должен? Но когда ты приглашение принимаешь как повеление и исполняешь, вот этого дорогого стоит. В Библии Иисус приводит притчу про двух сыновей, которые приглашение отца поработать в винограднике приняли по-разному. Один сказал, я пойду, конечно, но сам не пошел, а другой сын сказал, я не пойду, но позже раскаялся и пошел и работал в винограднике. Вот эта картина, она так четко показывает человека с верующим сердцем. Тот, который принимает приглашение, и может быть даже он устами сказал не то, но сердце его раскаялось, и он пошел и трудился. Сердце, оно принимает какое-то приглашение, принимает просьбу как постановление, как поручение, как повеление. Вот это человек верующий сердцем. И Библия говорит, Писание говорит, апостол Павел здесь говорит, что вот человек верующий, вот с таким сердцем человек, он никогда не будет постыжен. Да благословит нас Господь, дорогие. Пусть Бог даст нам такое вот верное, послушное, верующее сердце. А уста, они потом от избытка сердца провозгласят то, что необходимо Господу. Да благословит нас Господь. Аминь.